И снова здравствуйте, уважаемые дамы и господа. У нас тренинг по специальному мануальному массажу, но сейчас я вам расскажу кое-что необходимое, что нужно соблюсти, чтобы поднять свою, так скажем, профессиональную карму специалиста, поднять свой рейтинг перед теми людьми, которые к вам приходят, показать свою экспертность в этой области. Даже если вы что-то не умеете делать, вам просто нужно быть уверенным и уверенно подходить к работе. Прежде всего, это место, на котором мы работаем. Может быть стол, может быть даже кухонный стол, например, вот такой высоты. Он для меня немножко низковат. Либо меряем стол по пальчикам прямым, либо по ладони. То есть, по идее, вот такой должен быть стол. Но это ничего страшного. Можно, в общем-то, присесть и технику исполнять на полузубных ногах. Это даже еще лучше для вас, для самих, как будто коннектор физической культуры, как физкультура. У вас работают все мышцы вашего корпуса. Вы себя таким образом облагораживаете и тренируете. Говорят, в фитнес ходить не надо. А, ну, меня спрашивают, а ты, наверное, в фитнес ходишь? Я говорю, нет, работаю с живым весом. Вот, накачался с помощью людей, с живым весом, ворочиваю людей. Но люди, естественно, бывают разные по высоте. Там какая-нибудь девочка придет, она будет вот сантиметров 10 от стола, да? А какой-нибудь такой грузный мужчина придет, у него грудная клетка огромная, ребра такие большие, он на сантиметров 50 от стола будет. Представляете, вот такой. Вы на нем еще и прыгать будете. Поэтому стол можно регулировать. Тут ножки-то регулирующие, на самом деле, да? Вот, ну, можно и такое использовать. То есть, вы регулируете свою высоту за счет пружинности стенок. Если приходится кому-то дома, с столом массажем нету, может быть, у кого-то есть кухонный стол. Тоже примерно такой же ширины и длины. Может быть, есть тахта. Мягкая кровать не подойдет, а примерно нужна вот такая вот, вот такая жесткость. Должна быть у кровати, да? Можно, в принципе, и на полу даже делать, да? На ковре. В принципе, в самом приеме можно делать на ковре. Единственное, что вы на калитках будете ползать. Далее, обязательно, вот видите, подушка. Это не под голову, это под ноги. Причем подушка должна быть достаточно большая. В ней необходимость есть. Вот я в интернете покупал вот такие вот подушки. Редко-редко, где я могу найти больше диаметра. Здесь, по-моему, диаметр 12 см. Но она настолько поролновая, что она просто прогибается. Вот видите, практически не остается этой подушки. Почти несмысленная. Надувную подушку я покупал через интернет. Но сейчас у меня ее нету. Там вы можете найти их разного рода. И маленькие, и треугольные подушки. Треугольные подушки нужны вот сюда. Кладутся женщинам, которые худые, да? И у них упирают тазобедренные косточки. Вот передний гребень под летошной кости. Дело в том, что чем отличается у скелета скелет мужской от женского, знаете? Ребя в рубне. Это был вариант. Нет, количество ребер одинаковое. Тазом, размером таза. Но мало того, что у женщин таз шире, да? У мужчины он еще вертикальный, а у женщин наклонен он вперед. И поэтому вот эти вот косточки у них упирают. Если это жесткая поверхность, то надо будет либо полотенце какое-нибудь подкладывать, сворачивать, либо специальная подушечка такая подкладывается. Потому что мы давим сверху, всем корпусом с вами, декомпрессируем, расстягиваем и просто бывает болезненно. Поэтому, если вы об этом позаботитесь, вам еще один плюсик в вашу карму, в вашу экспертность. Здесь подушка нужна желательно побольше и повыше. А, ну, когда мы там с поясницей работаем, лучше просто договорю, да, есть треугольные подушки. Вот так вот, и вот так вот живот сползает, вот такую подушку ставим, ну, примерно сантиметров где-то 20-25, может быть, да, чтобы расстануть поясницу. Ну, это отдельный случай, это потом мы еще про это поговорим. Вот эту подушку я сделал на заказ, у нее есть как бы две высоты получается, вот она подковообразная, да, может так положить, может так положить. То есть, когда человек лежит на спине, то есть, животом вверх, да, а вы работаете с животом, эстиральный массаж, да, то тогда надо подушку подкладывать под коленки. Когда согнутые коленки, да, мышцы живота расслабляются. Если он лежит с животом вниз, человек, да, то есть спиной вверх, то ноги желательно класть на подушку, причем именно вот лодыжкой, этим сгибом, чтобы она вот так надо и висела. Здесь есть несколько принципов, для чего это делается. Ну, во-первых, у нас никто не говорит про лимфу, в жизни мы как бы про это не думаем. Врачи-лимфологов у нас тоже сократили, таких нету, которые занимаются лимфой. А лимфа это очистительное сооружение нашего организма, она должна выгонять все нечистоты из нас, да, и она течет снизу вверх, от пальчиков ног, да, она поднимается вверх. Но ей мешает гравитация, ей мешает наш образ жизни, либо обездвиженный, когда мышцы просто не работают, то есть она поднимается за счет чего? За счет сократительной деятельности мышц, она ее как бы проталкивает вверх. Либо человек сидит, у него не работают мышцы, да, либо он, наоборот, слишком бегает много, трудится, да, то у него забитые мышцы, да, вот как у спортсменов, например. Икры там такие жесткие бывают, что тоже не идет прокачка, да. Поэтому, хотя бы у вас на столе человек лежит, сколько там, полчаса, час, да, у него идет от пятки вниз отток лимфы, начинает она работать. Пятка должна быть выше сердца у человека. Есть такая поговорка, кровь в теле человека качает сердце, а лимфа только массажист. И это отчасти правда, да. Мы начинаем потом работать с ногами, и, соответственно, если подушки нет, то упирается коленка. Второй принцип, чем подушка нужна, да. И человек начинает, ему больно в коленке, да, он начинает ногу разорачивать, либо так, либо так. Это вам уже неудобно в работе. Третий принцип, то, что когда вы начинаете давить вниз, вот эти массы жидкости, да, с прессом по голени, здесь бедро лежит у человека, то упор делается в бедро, а не в чашечку, да. И вам, соответственно, удобнее отсюда обрабатывать, как бы на весу получается. Ну, и четвертый принцип, почему нужна подушка, это некоторая, так скажем, договоренность с подсознанием человека. Он вам может говорить, что он расслаблен, да, 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 я расслабился. На самом деле его подсознание в стрессе немножко, особенно если к вам человек пришел в первый раз. Особенно если он с улицы, ну, так скажем, неподготовленная, а с ты уши. То тут надо понимать, что мы никогда не стоим по стойке смирно. У нас подсознание контролирует все наше тело. Мы постоянно себя как-то там, ну, даже солдаты не стоят по стойке смирно. Какие-то работают жгутики внутри в организме, да, как-то он себя подравнивает. И за это отвечает большой палец ноги. Большой палец ноги, он отвечает за весь наш каркас, вплоть до положения челюсти даже, представляете. И он всегда напряжен, когда мы стоим. И только когда человек лежит у вас на столе, большой палец полностью свисает вниз, и мозгу передается сигнал о расслаблении, человек больше расслабляется. Вот что мы еще убиваемся этой подушкой. Так что она нужна обязательно под ноги, и нужна желательно вот такой высоты. Ну, тут примерно сантиметра 25 получилось у меня. Причем она плотная, видите, она хуже прогибается. Далее, ну, если вы используете стол, стол может быть вообще любой, это не важно. Зависит от вашего профессионализма. Если вы занимаетесь мануальной терапией, да, то желательно, чтобы у стола поднималась, например, серединка вот так вот. Да, тогда вот эта подушка, про которую я говорила, и она не потребуется, не нужна. Или вот вместо подушки, ни с другой подушки, да, поднимается вот эта часть. Вот, любая достанность, остановиться. Под ноги. Здесь, по идее, должна быть голова, дырка такая, да, но тоже по желанию, хотите используйте, хотите не используйте. В нашем массаже мы ее не используем, ну, в принципе, неважно, нужно использовать, да, потому что нам нужно прорабатывать, это вы что-то потом увидите, нам нужно прорабатывать, когда человек лежит, и у него голова развернута. Может ли я еще, я просто покажу? Не раздевайся даже, просто, вот сюда ногами, туда головой. Вот, подтягиваем немножко сюда его, чуть-чуть, да, вот. На сгибе, да, удобнее на сгибе, чтобы не выше было, не ниже, да, а именно вот на сгибе. Большой палец висит, пятка выше сердца, да, упираемся в бедро, то есть, чашечка не травмируется, и нам удобно тут работать. С этой стороны мы работаем, вот эта рука здесь, вот эта рука вниз, ну, либо вот так вот вниз, да. Соответственно, здесь мы просто отставили локоть, чтобы его случайно там не ударить, да, и он не мешал в движениях. А эту сторону мы расслабили и максимально растянули, даже можно голову немножко вот так вот. Только включение поднимает, включение. То есть, получается, вот мы работаем, и, соответственно, мы захватываем еще вот эти пятиедренные мышцы и шею с этой стороны. То есть, у нас спина идет, если речь идет о массаже спины, да, включительно от ягодиц и до головы. Поэтому максимально с этой стороны его расслабить, растянуть. По принципам массажа сейчас я еще добавлю кое-что. Все, вставать тогда? Сейчас поговорим про чуть-чуть другую тему. Вы должны, соответственно, тоже выглядеть соответствующе. Можно делать массаж и в плавках, и в шортах на пляже, и в футболочке какой-то, да. Но лучше, чтобы вы, как специалист, выглядели тоже прилично. Это должен быть какой-то костюмчик медицинский, либо массажный. Какая-то повязка у вас должна быть на голове, да. Либо бандана, либо полотенце вот так вот вешаете. Всегда, чтобы вытирать пот, чтобы недаром, не дай бог, ваш пот никак был на пациента. Это очень неприятно. У вас должно быть... Ну, то есть, постоянно будете вытирать там пот. У вас должно быть чистое дыхание, никакого там перегара, или там, не знаю, отрыжки, когда они нагибаются. Есть там рефлюкс у кого-то там слабый пищевод, да. Вот никакой отрыжки не должно быть. Вы же наклоняете к человеку рядом. Вы работаете практически, внедряясь в него, в его тело, во-первых, своим телом, да. А во-вторых, еще ваша аура погружается в его ауру. То есть, вы должны быть чисты, если вы несете здоровье. Вот у тебя вот футболка хорошая с знакомым здоровья. Индийский такой заночок. То есть, вы должны олицетворять здоровье, которое вы несете человеку, да. И тогда это будет еще один плюсик в вашу карму, в вашу экспертность. Помещение должно быть чистое, должно быть проветриваемое. Но не во время массажа, ну, точнее, чтобы во время массажа на человека, на пациента ничего не дуло. Сквозняков мы не допускаем. Особенно вот в этом мануальной правке. Потому что, может быть, от сквозняка спазм возникнет. Потом человек об этом не будет знать, он подумает, что вы ему навредили. На самом деле, это не вы, это где-то его там проспозило, допустим, да. Вот это все сразу исключайте, и вам будет еще один плюсик в вашу карму. Вы должны с человеком улыбаться и разговаривать, да. То есть, пока он там раздевается, готовится, да. Либо вы сидите, заводите карточку, записываете все это, да, что он вам рассказал. Причины, чтобы видеть до и после. Если вы занимаетесь манальной терапией, то желательно, обязательно даже взять, чтобы человек принес либо рентгенограмму, да, либо МРТ, либо КТ, и вы по нему, хотя бы по описанию даже, да, можно определить, что у человека беспокоит, да, чтобы не было противопоказаний. Это ваш профессионализм, вы должны это соблюдать. Ну, если нету у него, да, то, в принципе, можно пальцами там прощупать, да. Если человек более-менее молодой и здоровый, то вряд ли у него будут остеофиты, гемангиомы и там другие такие серьезные поражения. Вот, то есть это еще один плюсик, да. Введите какую-то регистратуру свою собственную. Записывайте все в тетрадочку, проводите человека на МРТ, чтобы, опять же, видеть до и после, да, вот вы какой-то не один же сеанс проводите, да, а целую терапию на несколько сеансов, там, ну, 10-20, там, сколько угодно, может быть. То есть вы должны еще и после посмотреть результат, это доказывать человеку, что он получил результат, потому что о хорошем мы, как правило, забываем. Ну, болит и болит, стоим, да, перестало стонать, ну, как будто и не было ничего. Поэтому это вот тоже, ловить такой момент и использовать. Простыни могут быть разные, ну, я прошу, чтобы человек свое простынь принес, да, это более гигиенично. Либо у меня есть пачки пастыней заготовленных, отстиранных. Я использую белые, многоразовые простыни могут быть одноразовые, медицинские, ну, они вообще любые, да. Целые рулоны продаются достаточно очень дешево, не буду разворачивать. Это и так понятно. Можно сделать просто на заказ, которая с резинками обхватывается вот прям вокруг стола. Вот так вот загибается и цепляется за стол. Либо продаются такие, в принципе, тоже можно найти. Ну, что еще можно предусмотреть в работе? Это про частоту помещения я уже сказал, да, если это кабинетик, то минимум, минимум 9 квадратных метров, по закону. Обязательно должны быть окна, нельзя в поддварном помещении этим заниматься. Ну, на улице, на природе, это само собой, это понятно, да. Какие масла использовать, об этом будет отдельный видеоролик. Я про это сейчас не буду рассказывать. Просто расскажу вот про любое масло, да, вы мешаете. Может, все ароматические масла туда добавились, да, для приятного аромата. Может быть, у вас ароматерапия в помещении находиться. Иной раз вот под эту дырку, которую я закрыл, подставляют табуреточку, и там плавают, вазят, там, цветочек с аромомаслами, да. Человек лежит и дышит, ему приятно, ему комфортно. Кроме того, они очень хорошо аромомаслова действуют на нервную систему человека, да, он лучше расслабляется. Ну, вернее, смотря, что нужно получить от человека, либо тонизировать, одни масла используются, расслабятся, другие масла, да. Какая-то психологическая работа, глубокая, там, третье масла. Этих масел очень много видов, там, больше сотен, да. И, в принципе, если в этом разбираться, этому посвящен у нас отдельный курс ароматерапии, то там подбирается масло под психологическое состояние человека здесь и сейчас, когда он пришел в это состояние, да, чтобы ему в этом состоянии было комфортно расслабить, раскрепоститься. Ну, сколько лить масла? Можно, в принципе, делать даже без масла. Можно работать с тальком, либо вообще на сухую. У кого-то получается, я иногда работаю на сухую, да, без масла. Но, если волосат у человека повышены, да, лучше все-таки масла добавить побольше, особенно на те волосяные части, где у людей обильно так они растут. Поэтому тут я не могу сказать, сколько конкретно, тут нет такой дозы, да, вот столько леет, столько не леет. Да, по самочувствию. Если слишком скольжение большое, то, значит, вы перебрали масло, да. Если скольжение такое нормальное, или, наоборот, сухое слишком, значит, не доделали, да. Масло не капаем на человека, а подогреваем его. Это еще один вам плюсик такой, ваше кармомассажиста. Либо растеряем на руках, чтобы оно было теплое. Ни в коем случае не льем холодное масло на него. Человек сразу сдрагивает, на него маленький стресс. Потом, поскольку у нас локтевая работа, да, то мы заранее смазываем себе еще и локти. Мы работаем всем. Вот кончиков пальцев до всех плечей и локтей. Работа будет вот такая. Далее. Если у вас не хватило масла, ну, про запас, например, вы чувствуете, что масла не хватит, волосоная поверхность большая, да, тогда можно, лайфхак такой, ловите. Можно себе немножко масла добавить вот сюда. Мы с этой стороны практически не работаем, да, но когда понадобится, нам, да, масла не хватило, то берем и смазываем это масло об человека и еще дополнительную зону, например, шею, да, и дополнительно вырабатываем ему шею. Также можно и с ногами, если мы работаем, да, наступный человек налить чуть побольше масла, пока мы работаем с верхней, с бедром, перешли на голень, масла же не хватает, да, отсюда сняли масло со стопы и растерли по голени. Тоже вот, ловите такой лайфхак, ищет, ну, плюсик вам будет в копилочку. Про температуру сказал, про одежду сказал, про масло сказал, про что не сказал. По-моему, все основное сказал, да. Ну, и, соответственно, музыка. Музыку можно любую выбирать. Если мы делаем трастовые техники, ну, уже конкретно, мануальная терапия, да, то желательно вообще все звуки снизить до минимума, чтобы вы слышали, что происходит в теле человека. Что хрустнуло, вдруг что-то не там хрустнет, не туда, куда-то вы надавили, там, да, ну, условно говоря. То есть вы должны контролировать свой процесс. Если человек на релакс массаж пришел, да, то, естественно, спокойно, релакс музыку можно поставить. Я ставлю YouTube, ВКонтакте, они сейчас вообще везде есть. Но раньше диски гонялись за дисками, покупали диски такие. Сейчас все гораздо проще. Есть все в интернете, либо на флешке все записываете и ставите флешку. Йога-мьюзик там есть, ну, их очень много. Будда-мьюзик там, там такое количество, что даже сейчас перечислять нет смысла. Но у меня, если кого интересно, есть ВКонтакте специальная группа, посвященная музыке для массажистов. Она так и называется. Музыка для массажистов. Наберите, увидите. А, называется «Самая большая коллекция музыки для массажистов». Смотрите ВКонтакте у нас. Ну, и, соответственно, мы называемся «Академия телесно-ориентированных практик». Везде набирайте, в любых состанных сетях, «Академия телесно-ориентированных практик». В YouTube, везде, в Интеграме, везде все это есть. И сокращенно «Альфа ТОП». Так, мы сейчас приступим непосредственно уже к работе. Давайте про все сказал. Дамы и господа, я с вами не прощаюсь. Мы продолжаем наш тренинг. А если вы не с нами, то зря вы только смотрите нас по видео. Лучше присутствовать здесь и повышать свои знания и навыки, чтобы уйти отсюда профессионалами с готовыми навыками в руках. Дарю всем след. Мы предоступаем. А и ждем, когда вы к нам присоединитесь. Пока-пока. С вами был Олег Аллафгудин. Субтитры сделал DimaTorzok.